И всем здарова, ребятки! С вами, как всегда, Сема Плея Микрофона, и сегодня я продолжаю играть в новеллу бесконечное лето Everlasting Summer. Так, сохранение. Прошел я мод Вабанг Матрица День Третий, всего было три дня, и там было написано в конце, что продолжение это Вабанг Дорога Ярости, если я не ошибаюсь. Вот, я скачал, и да, Вабанг Дорога Ярости, и там, я скажу, по секрету еще была одна, похоже, будет продолжение еще, так что, друзья, конечно же, лайкосик прожимаем, если вы впервые на канале, подписывайтесь на канал, вот, приятного тебе просмотра, приятного аппетита, и мы погнали. Вабанг Дорога Ярости. Внимание, для начала прочитайте и начитайте Вабанг Матрица, не прочитав его, не смейте проходить эту часть, вот именно. Ну, если прочитали, то поехали, что ли. Блин, а зачем так разделили на моды? День третий, друзья. Макс уходит с столовой. Ну что, решил? По поводу. В смысле, куда пойдешь? Может, Артем убить или Лису искать? Ахуя его знает. Помню, старого корпуса предупреждалась. Да, понятно, это все. Я это читал, это уже было. Ну, а так, Лису идем искать, и все. Так это у нас было, ну, мы, надо сейчас нам скажет, я тебя люблю, конечно. Так, стоп, нет, подожди. Всегда, пожалуйста, советую сделать путь через пляж, там ночью очень красиво. Бля, я же не знаю, куда туда идти. Ты говори, покажешь. Конечно, покажу, если... Сказал, значит, покажу в путь, мой славный воин. Алис, пошли, я проведу тебя до твоего домика ночью как-никак на дворе. Но зачем она пляж? А зачем? Ну, хочу прогуляться с тобой сначала. Только время не погуляли, толком не против. Я же не против, только за. Заебица, до у каждого этого. Если бы ты пиздился поменьше, то уже давно мог погулять с ней. Да, если бы мы... Ой, блядь, если бы мы пиздились поменьше, это точно. Ну, так... Да ты прав, тоже не люблю такое. Ладно, да, двинули и возьми её за руку, это важно. А тут красиво, я тоже так считаю, не то что днём или вечером. Ну, я хз, я тут первый. А, то есть ты же дрался вечно, и когда у тебя могло быть время? Ха-ха, вообще-то я защищал свою честь. И твою тоже. Плюс я не могу терпеть, когда люди на себя много берут. Зная при том, что они вывезут свои слова. Я думала, тебе лжи бы... Тебе лжи бы подраться. Нет, конечно. У меня позиция такая. Я начал выёбываться, готовься пухчать. Ударил, лови ответку только куда сильнее. А, ну ещё, если на тебя будут пиздеть или будут к тебе лезть, этого я точно не потерплю сразу с ноги в ебал. Но я за тобой за каменной стеной. А ты как думала, что мне будет пофиг? Не, ни хера подобного. Ты самая ценная, что у меня есть. Это так мило. За это я тебя и люблю. А, я за то, что просто ты есть. Мак и Алиса поцеловались, и они это делали ещё минуту, пока не вмешался Олег. Так, Мак, завязывайте параду. Думаю, уже отбойка два часа назад был. И вправду уже поздно. Они отлепли друг от друга. Ладно, уже поздно. Пора и по домикам. Я тебя провожу и возвращу. Возражения не принимаются. Хорошо, я не против. Вот ладушки двинули. Опять мы с Алисой мутим. Что за... Почему мне так везёт на Алису? Спасибо, Олега. А то фиг бы ушли оттуда. Хорошо там так. Понимаю. Но надо. Согласен. Наконец-то спокойный вечер. Да и тем более с тобой. А ты точно какая-нибудь дичь или я в больнице? Я тоже очень рада, что мы смогли погулять. Чуть не ждала этого. Я тоже. Короче, они там ещё разговаривали и смеялись. Вот и мой домик. Ну тогда спокоя и ночи тебе и сладких снов, мое солнце. И тебе спокоя и ночи, любимый. Они поцеловались. Алиса зашла в домик. Макс пошёл в свой домик. Ох, черт, я подзаебался. Но погуляли хорошо. Да, вечерок хороший. Какие планы завтра? Честно, хз, по ходу разберёмся. А на завтра... Это завтра... Это... Завтра танцы должны быть. Так что надо, чтобы ты пригласил Алису. Танцы, шмансы. Это уже неплохо, конечно, приглашу. Ну, тогда заебца. Макс зашёл до домика и решил покурить. Такс, надо курнуть и спать. Солидарь. Макс подкурил синглой и лёг шезлонг. Кайф. Макс закрыл глаза и ни о чём не думал. Просто наслаждался моментом. Он выкидывает бычок в кусты и заходит в домик. Пора спать. Макс ложится в кровать и моментально проваливается в сон. День четвёртый, друзья. А вот и наша... Алиска. Мне снялся сон. Как я прибежал на площадь в поисках Алисы? Она вышла ко мне из кустов. Вот ты где. Я весь в лагерь оббегал в поисках тебя. Прости, я хотела тебе сказать. Подожди, я хочу сказать, что даже если ты меня ненавидишь, то я всё равно не буду отходить от тебя ни на шаг. Я люблю тебя. Я вообще-то удивился, я сказал. Я тоже тебя люблю. Дальше сон обрывается. Появляется новый. Дискотека Алиса в платье. Мы танцуем. Сон опять обрывается. Хранят какой-то смысл эти сны. Я не знаю. Здесь опять до мной появляется площадь. Появляется электрон Шурика Алиса. Макс, не лезь не в своё дело, или хуже будет. Да-да, иначе хуже будет. Алиса, уйди, пожалуйста. Хорошо, будь аккуратнее. Слышь, очка стоит. Ты базар фильтруй, а то так можно и зубы потерять. И скажи своему дружку киберпедику, чтобы молча в сторонке ему слова не давал. Ты кого киберпедиком назвал? Тебя кого же ещё? Ах да, забыл про твоего дружка. Вы же там в клубах месяц всё время. Элл, очко ещё не болит. Ты договорился. Он бежит на меня, закинув назад руку для удара. Одной вертушкой, как говорил Элл, говорится Элл подушка, остался только Шурик. Я пошёл к нему вплотную, его лицо изменилось. Он был напуган. Ну что, уже не такой смелый? Получай. Я чувствую резкую боль в животе. Я опустил глаза и увидел нож, который был у меня в животе. Сумка. Я начал закрой глаза и перестал чувствовать тело. Макс проснулся в холодном поту. О, блин, ну и сны. С каких пор меня стали мучить кошмары? Хозе, ну это было максимально странно. Может быть, вещи сон? Чё, блядь? Типа, когда снится то, что скоро должно произойти, будь наготовен, если хотите. А, понял. Продолжение следует. Зачем так делать? Я не понимаю. Ладно, друзья, короткая серия 5 получилась. Тупые разработчики. Я, может быть, это в одну всё сделаю. Скомпактирую. Вот, так что, с вами был Симон Плей. Прощаюсь я. И продолжение, конечно же, будет. Вот, ещё один там вроде мод будет. Финал. И всё. Всем удачи. И всем пока-пока, друзья.